Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я в гостях в физике здоровья. Со мной Екатерина Игоревна, очень талантливый терапевт. И сколько уже, какой стаж у вас в реабилитологии, сколько физика здоровья уже? 10 лет. 10 лет! С ума сойти, представляете? Фактически ребенка можно вырастить, на ноги поставить за это время. Вот. Дорогие друзья, дорогие друзья, сегодня обсуждаем такую тему, как ошибки пациентов в реабилитации, в комплексном подходе в реабилитации. И Екатерина Игоревна нам сейчас, соответственно, расскажет. У нас есть интересных, мы решили, да, заказывать, что два типа пациентов. Какие они у нас бывают? Ну, начнем с самой главной ошибки. Когда пациенты считают, что они могут по телевизору или там по брошюрке делать какие-то упражнения и таким образом разработать. Да, в каких-то ситуациях они могут разработать, там, себе после травмы, например, дуч, да, или там длинностоп, там, может быть, после перелома, там, вот. Но все равно они получат не то качество реабилитации, какое они могли бы получить в профессиональном центре, в реабилитационном, в профессиональном, при профессиональной адаптивной физкультуре именно со специалистами. Поэтому у нас принципиальная такая задача не давать никаких рекомендаций, именно там, в виде брошюр, в виде каких-то схем, упражнений. Мы всегда приглашаем в зал инструктору. Почему? Потому что, по какой причине пациент получил то или иное заболевание формы двигательной системы, там, хронические те же артрозы, да, вот, или, может быть, травмы. Это все накопительного действия, неправильные паттерны движений, как правило. То есть человек неправильно ходит, неправильно сидит, неправильно двигается. Соответственно, вот эти паттерны, они все разрушают его геометрию суставов, геометрию его тела. И, как в травматологии говорится, кривые деревья, да, они потихонечку-потихонечку выходят, вся эта геометрия выходит из строя. Биомеханика, мы можем сказать, что он то же самое? И постуральный баланс это то же самое, как и зрительник тоже. Да, как раз нарушается биомеханика, нарушается баланс в теле. Вот, и чтобы человеку помочь, чтобы его правильно восстановить, нам нужно сначала научить его правильным движениям, вырвать в нем другие привычки, новые правильные, здоровые привычки, сбалансировать его телу, вот, и таким образом уже ему помочь. Или может это сделать только инструктор. Почему? Потому что он видит, что одно и то же упражнение можно сделать правильно, да, а можно сделать по привычке в тех же движениях, в которых привык пациент работать. То есть он, по сути, будет разрабатывать на свою конечность в тех же неправильных привычках, в тех же неправильных там плоскостях, как он привык. А ему надо их немножко сместить. Этим как раз и занимается инструктор. Ну, окей, я побуду в роли пациента сегодня, я буду вам противоречить. Вот такая ситуация, что у меня знакомый, дядя Вася, механик, он сейчас стал фитнес-тренером. Вот. И я пойду к нему, вот, и он же, ну, тоже тренер, он меня научит. Вот. Ну, вот, как, по-вашему, это насколько вообще, ну, применимо хоть где-нибудь? Тренера, они заточены на спорт. В реабилитации нет спорта, реабилитация это не спорт, реабилитация это адаптивная физкультура. Здесь очень важно не перегрузить человека. И не все тренера как раз смотрят за правильными привычками. То есть они тоже в своем роде, они будут закачивать мышцы, все, но у них не будет той последовательности, не будет той дозировки, которой нужно на данный момент этому пациенту. Соответственно, они также могут сделать ошибок. Вот. Ну, и вот сразу в случае жизни приведу вам аргумент. Вот на это. Аргумент такой. А мой тренер делает мне массаж. После тренировки это компенсирует как-нибудь его ошибки? Вот он перегрузил, но наделал его прям там же в зале массажей. В каких-то случаях, возможно, это действительно он компенсирует свои ошибки, а в каких-то нет. Ну, и опять же... Это может даже привести в обострение человека. Да, поправьте меня. То есть, ну, вообще даже если он дипломированный массажист, спецмассажист, но все равно это не делает же его реабилитологом в целом. Не делает. И массажисты не делают реабилитологом, да. В свое время у нас Михаил Викторович Куликов и Зайцкопол Валерьевич даже ездили стажироваться в Мюнхен в реабилитационный центр для того, чтобы посмотреть, как там проводят реабилитацию. Потому что в России, к сожалению, у нас реабилитация еще пока, ну, очень молодая. И 10 лет, казалось бы, это большой срок. На самом деле, что такое 10 лет для науки, для отдельного направления? Это молодая, молодое направление. У нас она только-только развивается. И вот они специально ездили, рассмотрели, как там проводят реабилитацию. Это никак не вязалось с тем, что мы привыкли здесь в России видеть тогда, 10 лет назад. То, что у нас, как бы, ну, ВФК как проводится? Как правило, это групповые занятия. То есть это стоит врач ЛФК, показывает определенные движения группы пациентов, да? И пациенты повторяют они эти упражнения. Но как они повторяют? Они повторяют, опять-таки, со своими же ошибками. И в этом есть как раз вся суть этой проблемы. То есть они разработают себе все. Да, но у них все равно какие-то боли останутся там. Где-то они, контрактура будет сохраняться там в каких-то случаях, да? То есть качество жизни будет совершенно другое. И мы привыкли считать доктора, что это нормально. Ну, ты же сломал руку, соответственно, что ж ты хочешь. Чтобы она у тебя работала, как раньше, такого не будет, да? Конечно, она у тебя там будет болеть при там смене погоды или еще что-то. И мы, доктора, зачастую считаем, что это нормально. Просто потому, что у нас так учили. Потому что реабилитация это не совсем медицина все-таки. Да, да. Ну, я могу сказать, у меня с диабетом, с ожирением, то же самое. То есть я с человеком от ожирения, но есть там просто неэстетичный лишний вес по классике. Я не должен ими заниматься вообще. Это вообще такая тенденция советское наследство. Ну, да. Но уровень жизни для нас важен, дорогие друзья, ваш уровень жизни. Хорошо. Есть другая крайность. Вот смотрите, я к вам прихожу и говорю, окей, значит, я вот сейчас возьму тренера, возьму, соответственно, там, доктора, еще что-то. Но при этом я вот ездию, капаюсь еще в другую, значит, точку города. В третью точку города я еду, делаю массаж. Еще я там куда-то еду на магнит, допустим, делаю. И в десять вечера я как с работы приезжаю с этой реабилитации. Насколько времени такой подход? Здесь две ошибки. Первая, здесь как в Басне, лебет как и щука. Каждый тянет на себя. И, соответственно, этот, вроде бы, казалось бы, комплекс, да, он по разным специалистам, которые находятся в разных местах разбросан. И, соответственно, физиотерапевт не будет знать, что проводил врач ЛФК. Да, врач ЛФК не будет знать, над чем работал массажист. И у них просто нет связи. Поэтому лечиться в разных местах нет никакого смысла, абсолютно. Можно себе, себя так перегрузить и как бы уйти в осложнение, потом вообще ничего не захочется лечить. Ну вот. Ну и мы как бы подходим к этому тоже комплекс. Он, конечно, всегда хороший комплекс, да, но комплекс, он тоже должен быть правильный. Если мы на определенного пациента, ему там надо и ЛФК сразу, и массаж, и физио, бывают эти пациенты, да, сразу комплекс на них воздействуют, да, а кому-то такой вариант тоже не подходит. Он может так же уйти в обострении. Кому-то надо сначала ЛФК, например, потихонечку-потихонечку там добавить массаж. Там кому-то начинаем только с физио сначала, да, и потихонечку добавляем массаж, потом только отправляем в зал. То есть здесь и комплекс нужно правильно распределять. Это вроде бы и комплекс, а с другой стороны он должен даваться тоже дозированно, в зависимости от того, какой у нас пациент, какой диагноз и какие особенности. Ну да. Ну и плюс, наверное, я вот от себя добавлю тоже таких моментов. Это мне касается, мне тоже кажется, всей, ну так скажем, всего медицинского процесса, когда человек все-таки дифференцированно решает какую-то проблему. В динамике дает возможность еще подойти к динамике. Ну то есть мало ли, вот у него там увидели обострение, мы его среагировали, а если он завтра поработал. Конечно, если за пациентом и наблюдает старший специалист, да, доктор, в данном случае доктор наблюдает за пациентом, у нас есть динамические осмотры, вот, каждые 10 занятий, либо 5 занятий, в зависимости от того, в какой сложности реабилитация у него идет, то, соответственно, и динамика смотрится. То есть мы что-то прибавляем, что-то наоборот убираем, какие-то упражнения добавляем, какие-то убираем. Опять-таки стадии, у каждой реабилитации, у каждой программы есть свои стадии, там, нулевая стадия, первая стадия, вторая стадия. То есть нужно понимать, что, ну, тесты какие-то, например, там проходят, да? Свои, конечно. И мы смотрим свои, конечно, да, свои тесты, доктор смотрит и уже говорит, ага, он готов, там, например, на следующую стадию. И ему дают совершенно другие упражнения. Смотрите, заключительный, наверное, у нас вопрос, с чего физики, здоровья, допустим, я пришел как пациент, с чего я должен ждать, с чего я должен начать? Первое. Нужно настраиваться на выдержку и терпение. Потому что реабилитация, она не бывает быстрой. Реабилитация, это всегда долгий процесс. Нужно к этому быть готовым. Что за 2-3 занятия будет улучшение, но пациент не получит конечного результата. Так быстро не бывает. Это месяцы. Месяцы восстановления. Потому что у нас существуют биологические сроки. Так же, как и беременность. Я всегда привожу этот пример. Невозможно выносить за 3 месяца, да? А надо 9 месяцев, чтобы ребенок созрел, да? Так же биологические сроки у нас, у наших тканей, у всех есть. Поэтому их нужно соблюдать и быть готовым к тому, что какое-то время на это потратится. У нас все начинается с приема врача. Врач-реабилитолог смотрит, оценивает состояние, делает тесты, проводит диагностику. У нас есть специальный аппарат, ортопедический стенд, на котором мы смотрим также баланс, есть ли какой-то дисбаланс, есть ли перекосы в теле. И с учетом этого доктор уже выбирает программу, выбирает все эти дозировки и отправляет в зал уже к инструктору, знакомит пациента с инструктором, уже со своими рекомендациями, которые также пишутся и в карте, ну и проговариваются. Обозначает повторную встречу, сроки повторной встречи и так далее. Ну и плюс, конечно, выбирается тот же комплекс, который пациенту нужен или не нужен. То есть если дополнительно к ЛПК нужно что-то там в стельке, в ПТП, в физио, массаж, остеопатический прием, он также это все указывает и указывает сроки примерно, когда начинать, что-то сразу, что-то потом и так далее. И важно, конечно, чтобы пациент давал обязательно обратную связь. Потому что если, например, первые два занятия, что-то пошло не так у пациента, мы обязательно должны об этом знать, обязательно доктор должен быть в курсе об этом. Не так, чтобы пациент там захотел отлежаться, ой, что-то я там себя плохо чувствую, у меня тут-то заболел, тут-то заболело, чтобы мы его правильно поняли, его тело, его ответы тела на воздействие, да, ЛПК в том числе, конечно, нам нужна обратная связь, и обязательно пациент должен ее давать, и не отмалчиваться, потому что это все рабочий процесс, потому что каждый пациент реагирует на реабилитацию по-своему. Да. Ну, и я, наверное, несколько грубо от себя подытожу. Я всегда так строго к пациентам требовательно отношусь в этом плане. Я считаю так, независимо от того, с кем вы поработали, там, неважно, травматолог вам решил назначить витамин С, неважно, какой бы, насколько просто все А, витамин С, а чего у него пить? Это же витаминка просто, ну, как сок, можно не пить. Вот. Или еще что-то. То есть, вы посчитали, что это неважно, это не надо делать. Дорогие друзья, это надо делать. Надо соблюдать до конца все, до мелочей, рекомендации, которые вам дали врачи. Неважно. Кто-то говорит, ЛФК, это ерунда. Вот я так считаю, видел бабушек с палочками где-то там на Ютубе, или в детстве там бабушку отводил там, или еще что-то. И я это так представляю. То есть, вы можете, ну, ваши представления, они могут не соответствовать в реальности. Там, в реальности ЛФК, да, какая-то современная, я думаю, в следующем выпуске мы как раз с вами говорили о том, что мы можем показать, да, чудо-аппарат у нас есть, шикарный, мы будем сполерить это по-катаянно. Вот. И, в общем, всякие такие штуки более современные есть, о которых вы просто не представляете. Тоже витамин С, он более липсомальной форме есть, более доступный и так далее. Это можно до бесконечности говорить. Вот. Так что подписывайтесь на канал, если об этом все хотите узнать. Соблюдайте наши рекомендации, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Да, ошибка репутации есть, когда человеку, допустим, комплексом назначают ЛФК, витамин Д, хронопродакторы, массаж, остеопатию, физиотерапию. И человек выбирает витамин Д, да, делает физиотерапию, а потом приходит и говорит, блин, а где результат? Ну, то есть, самое легкое себе выбирает.